Приветствую всех! Сегодня я расскажу вам, как не угробить свои любимые транзисторы или микросхемы во время пайки. Всё дело в том, что вот, ну, хороший транзистор, да, и это полевик. Это полевик, вот можно даже посмотреть, возможно, на нём видно маркировочки. И полевые транзисторы, они являются транзисторами с изолированным затвором, то есть у них затвор не подключается ни к эмитеру, ни к электору, так как у них вообще нет ни эмитера, ни к электору, у них есть сток и исток. То же самое относится и к микросхемам, особенно к КАМОПовским микросхемам. Все полевички, полевые транзисторы, все транзисторы с изолированной базой, а такие тоже существуют, микросхемы, даже вот этот вот маленький усилитель дифференциальный, они все боятся как огня статики. Эта статика накапливается даже на коротких выводах, либо накапливается на вас, и вы разрядом самого себя можете этот транзистор уничтожить. Но то, что я сейчас держу в пальцах и вот так вот играю с этими деталями, это для них безопасно, хотя у меня кругом пластик и вроде бы статики хватает. Все дело в том, что чтобы угробить эту деталь, она должна либо лежать на чем-то массивном, либо уже быть частично впаяна в плату в массивную, в которую от меня пойдет электростатический разряд. Ну, те искры, которые щелкают нас, когда мы снимаем одежду или касаемся автомобиля. Так вот, во-первых, почему убиваются все эти детали? Детали, состоящие из изолированных элементов, то есть вот здесь вот изолированный затвор, здесь вот изолированная база в транзисторах, они боятся пробоя вот этого промежутка, что здесь, что здесь, потому что управление таких транзисторов, это вот полевой транзистор, а это транзистор с изолированным затвором, происходит с помощью электрического поля. Да, они всем хороши, у них очень высокое входное сопротивление, но при этом, если это напряжение на затворе или на базе будет слишком высоким, тоненький слой, через который как раз и управляются полевые транзисторы, комод микросхемы и транзисторы с изолированным затвором, этот тонкий слой, он пробьется, точно так же, как в обыкновенном конденсаторе, скажем, в электролитическом и еще каком-нибудь. Превысили напряжение, произошел пробой, взрыва не произойдет, но деталь просто выходит из строя. Проверить легко, то есть, если в нормальном состоянии в комод микросхеме либо в транзисторе полевом сопротивление затвор и любой сток и сток, оно высокое, а в пробитом оно низкое, то есть, составляет порядка десятков Ом. То же самое и с транзистором с изолированной базой. Вот, чтобы этого избежать, я рекомендую, да и не только я рекомендую, пользоваться вот такими либо фольгой, либо маленькой проволочкой и обязательно самого себя хорошенько заземлять каким-нибудь браслетом на 1 МОм, заземлять свою паяльную аппаратуру и самим снимать с себя статику на что угодно. Вот, и когда мы производим пайку, мы прежде чем паяться с микросхемами и касаться деталей своих паяльников, мы вот так вот сматываем им ножки и все будет чудесно. То же самое можно сделать длинной проволочкой и с этим вот усилителем дифференциальным, перемотать ему все ноги косичкой и после этого уже смело паять, не боясь того, что искровой пробой убьет эту микросхемку. С этим разобрались. То же самое делается и даже с мощными полевыми транзисторами или мосфетами, как их сейчас называют. В общем, пользуемся проволочкой, сматываем все, а с себя снимаем статику с помощью обыкновенного провода. Но только не заземляйтесь на батарею или еще на что-нибудь. Вы можете себя неплохо пощипать и иногда даже током ударить. Вы можете взять, пристегнуться к паяльнику в любом месте, ну не нажало, конечно, это я так уж угробо поставил, вот в любом месте, где цепляется эта прищепка, и паять уже захомутав либо саму микросхему, либо же плату, на которую вы ее расположите, либо радиатор. То есть, допустим, мы паяем что-то на радиатор, мы можем поставить туда микросхему, паяльничек через вот этот провод заземлить на эту плату и производить пайку. А теперь давайте посмотрим, что у нас с паяльниками. Не всяким паяльникам стоит размахивать перед микросхемами и полевыми транзисторами. И вот почему. Есть такая штука, страшная и плохая, как сетевые наводки. Она есть везде, и она есть в том числе и на паяльниках. И вот сейчас очередная загадка, очередной ребус, который я вам предлагаю разгадать, и который мы разгадаем к концу ролика. У меня два паяльника. Один, которым я паяю и все подряд, и микросхема, а вот этим паяльником я микросхемы не трогаю. Причем один паяльник у меня включается в розетку, вот этот вот маленький паяльничек, просто одним шнуром. Второй паяльник через вот такую вот паяльную станцию, это трансформатор. То есть у него сетевая обмотка никак не контактирует с обмоткой вторичной, в которую включен вот этот вот паяльник. И вопрос, которым из паяльников лучше паять полевые транзисторы и микросхемы, а которым лучше не соваться. Сделаем многозначительную паузу, а теперь будем все дело проверять экспериментально. Раз я заговорил о наводках, мы их можем вполне хорошо померить. Эти наводки измеряются обыкновенным мультиметром, в режиме измерения напряжений. То есть включаемся на диапазон, желательно побольше, чтобы никого, как говорится, черт не попутал и не спалил свои приборы. Вот у меня максимальный диапазон 750 вольт переменного тока. И теперь я буду относительно себя, относительно своей руки измерять наводки, так как я буду являться большой массой для антенны паяльника. И будем измерять наводки, которые есть на паяльнике, включаемом в сеть в прямом, как говорится, смысле, то бишь напрямую, без трансформатора и с трансформатором. Давайте сперва сделали уже ставки, я думаю, что паяльник с трансформатором гораздо лучше для пайки полевых транзисторов. Будем делать, проверять. Я включаю паяльник с трансформатором. Вот этот паяльник сейчас включен. Беру щуп, просто прикасаюсь его пальцами и тыкаюсь в жало паяльника. 22 вольта переменного тока на жале. 22 вольта вполне могут убить, но не человека, а вот такой полевой транзистор, или вот такой MOSFET. 22 вольта на трансформаторном паяльнике. Тогда стоит предположить, что на без трансформаторном паяльнике напряжение наводок будет куда больше и куда мощнее. Проверяем. Включаем паяльник в розетку. И я также держу пальцами черный щуп, а красным прикасаюсь. Да, напряжение есть, но оно гораздо меньше. 10 вольт. Было 22, а в этом паяльнике 10 вольт. Для чистоты эксперимента давайте эксперимент повторим, потому что надо накопить статистику. То есть, паяльник с трансформатором проявил себя гораздо хуже, чем паяльник без трансформатора. Почему бы это? Но всему есть логическое объяснение. Трогаем. 23 вольта переменного тока и даже больше. То есть, даже тройку Дарлингтона, хотя таковой не существует, но я собираю такие троечки из транзисторов, будет пробита, если я буду ее спаивать и держать в рабочем состоянии при помощи паяльника, включенного в сеть через трансформатор. И наоборот, паяльничек, который включается в сеть без всяких трансформаторов, конкретно вот этот, дает наводки и статику гораздо меньше, чем этот. Объясняю почему. Все дело в том, что вот этот вот паяльник, ну это мое объяснение, как бы оно не критично и нелогично, этот паяльник, он подключается к линии в розетке и к нулю, который, возможно, где-то далеко заземлен. Тем самым, все возникающие наводки вот в этом проводе, по одному из которых идет линия, а по другому ноль с землей, уходят в эту самую землю. То есть, здесь остается минимум. Ну, наверное, вот на этом кусочке где-то и генерируется какая-то плохая наводка, но это лишь сопротивление. Что здесь? В трансформаторной подстанции, а точнее, в паяльной станции, трансформатор, работая, выдает тоже переменное напряжение, но при этом создает излишние электромагнитные помехи, наводки и сетевую наводку не только не гасит, а даже приумножает. То есть, все сетевые наводки, которые образуются здесь вот на корпусе этого паяльника, никак не заземлены, никуда не уходят, потому что с нулем розеточным они никак не контактируют. Ну, вот как-то так, ребята. То есть, мои рекомендации. Паяйте. Во-первых, заземляйте самого себя любимого. Во-вторых, сматывайте транзисторы проволочкой. Ну, а в-третьих, пользуйтесь паяльниками попроще, и будет вам счастье. Возможно, конечно, есть специальные паяльные станции, которые имеют там заземление, шумоподавление, и которые вообще не имеют статики. Но в нашем случае лучше себя обезопасить просто вот такой вот проволокой, которая будет соединять микросхемы и детали с корпусом паяльника. На корпусе паяльника можете не бояться больших напряжений, потому что все они соответствуют некоторым стандартам. И тогда ваш паяльник не убьет ни одну из ваших любимых микросхем. На этом все. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok